Друзья, я представляю вам мою гостью, которая расскажет нам обо всех толкостях программы СЕРПАН, на кого она рассчитана, кто может принять в ней участие. Итак, это Раушан Аманова, специалист управления по молодежной политике. Здравствуйте, Раушан. Здравствуйте. Раушан, первый вопрос, на кого рассчитана эта программа? Эта программа у нас рассчитана на всех выпускников нашей области, которые нам дали в этом году 50 баллов на НТ, и всех желающих, которые хотят и обучаться в северных частях нашей области, а также в восточных и западных Казахстанах. Раушан, значит ли это, что в программе могут принять участие только выпускники этого года или и те, кто раньше окончил школу? Вот самая большая возможность, здесь можно отметить, что выпускники прошлого года тоже могут участвовать. Главное, для них в этом году надо сдать комплексный тест, и все могут участвовать в этой программе. Ну, какой конкурс? Я знаю, у нас очень трудно поступить, действительно, во-первых, населения очень много, на одно место бывает до 20 и выше желающих, а там, на севере, в восточном Казахстане? В этом году по этой программе у нас выделено более 4 тысячи грантов, именно для нашей области. Я вот хочется отметить, что это очень большая возможность для наших выпускников, так как в нашем регионе, как сами знаете, очень много выпускников по сравнению с севером, с востоком. Поэтому эти гранты еще, можно сказать, они только предназначены для нас, для нашей области. В прошлом году с нашей области поступили, мы скажем, более 2,5 тысячи. В этом году, получается, настолько увеличены? Да. Количество грантов не очень увеличилось в этом году, да. Но хочется отметить для выпускников, которые набрали более 70 баллов. А как я вчера объехала все края нашей области, в этом году очень хороший у нас результат НТ, и много у нас выпускников, которые набрали более хорошие баллы. Поэтому также никто никого в этом году не обязывает, чтобы они поступили именно для серпин. Но так как у нас абитурентов очень много, можно заполнять анкентой абитурентой. Два университета можно заполнить. Университеты, которых они хотели бы обучиться. Но для них, чтобы было много шансов, чтобы поступить именно на грант, два университета по желанию, а два университета именно те университеты, в которые внедрены эти программы серпин. И тогда я со своей основной хочу отметить для родителей, для выпускников, что будет более много шансов для поступления на грант. Ну, замечательно. Вот когда мы впервые написали об этой программе у нас на сайте, вот rar.kz, самый первый вопрос был, куда нужно обратиться, куда нужно нести документы, вот куда нужно идти? У нас в этом году с 22 по 31 июля этого года к нам приезжает выездная комиссия со всех регионов, вот с северных областей, так и с востока. Они будут у нас принимать, а также информировать всех наших абитурентов на базе ЮХУГУ и меня вызова. То есть любое время с 21 июля, да? Можно подойти. А также в наше управление. Я сама курю этот вопрос, поэтому можно подойти. Я вам предлагаю сейчас озвучить телефон для справок, куда бы люди могли вот сейчас услышать, запишут и позвонят. У нас пока короткого телефона нету в управлении, поэтому можно на мобильный 8701-409-266-51. Я надеюсь, наши телезрители записали этот номер. Правда ли, что отучившись по программе Сирпен, выпускник обязан остаться и отработать какое-то время в северном Казахстане? Или он может все, он отучился и вернуться домой? Вот это самый болезненный вопрос, который и днем, и ночью все родители беспокоят, и абитуренты уже созваниваются с нами. И никакого принуждения вот для них нету, чтобы все вот запомнили, если по желанию, если студент после окончания хочет остаться в этом регионе, со стороны министерства, со стороны университета, ему будет представлена работа. Если же студент, получив диплом, хочет уехать к себе на родину, на юб, его никто там держать не будет. И никто потом не обяжет оплатить учебу и прочее? Это государственная программа, которая уже работает 3 года, и она именно предназначена для нас, для Юга, для Казалатинской области и для Алматинской области. Рушан, а вы какой-то мониторинг проводите, вот из тех ребят, кто уже учится там, наши южане учатся на севере, много из тех, кто не смог выдержать климата и просто вернуться? Нет. В нашем радости очень мало таких. Как говорят, на юге у нас самые сильные, самые умные ребята. Из них очень где-то практически 0,8%, которые уехали. Я вас слышала, один мальчик у нас в состоянии здоровья уехал, хотя и сам не хотел. В состоянии очень учатся. Как я сказала, была и в Туркестане, и в Саракаче на той неделе. Многие родители у нас, я с ними сама лично встречалась, они сами ездили в северные части, они довольны. Где живут их, их ребята как обучаются. Ну вот, кстати, вопрос с жильем. Он очень больной для родителей, студентов, которые обучаются где-то далеко от дома. Как он решается? Им предоставляется общежитие? Может быть, это комнаты какие-то? Нет. Именно для Севпунг, во всех университетах, где в этом проекте, во всех есть свои обжития. Они бесплатные. Но как в связи с экономическими вопросами, так с этого года, как и дома у нас, они будут обязаны оплатить коммунальные услуги. Это мы всё засчитали, за месяц получается 2,5 тенге. Это за свет, за воду. 2,5 тенге? Тенге? Да. Ну это же нереально как-то. Настолько маленькие суммы получаются за полуналку? Это вообще потрясающе. За один месяц. За 10 месяцев 25 тенге всего за проживание? Да, получается. Ну да же, здорово как. Это вот озвучили вот, у нас были на юге около 40 представителей всех вузов, которые в этом проекте, и все колледжи. Они объехали все наши города и сельские места. Так, надеемся, в этом году будем, когда будет до августа месяца, и все наши ученики поступят. Смогут принять участие. Смогут принять участие. Вся в этом случае, да. Ну спасибо, что были сегодня с нами. Ваши пожелания всем, кто нас сейчас смотрит? Вот, конечно, самое мое отдельное пожелание – это нашим родителям. После окончания школы, вот эти три месяца наши летние, это самые для них волнительные, вот самые, которые они переживают и днем, и ночью. Самое главное вам терпение, чтобы все задумали их мысли и желания в этом году, и желания вот наших абитурентов сложились, как они хотят. Хочется сказать нашим абитурентам, что наша молодежь Юга – это самая активная молодежь. Вот я вчера слышала это от уст наших северных коллег. Коллег. Было очень приятно. Главное, как говорится в одной поговорке, в этой жизни главное не ошибиться при выборе спутника жизни и при выборе профессии. Чтобы, когда выбирали профессии, они думали о будущем, чтобы у них все сложилось. Главное – удачи. Спасибо. Всего вам хорошего. Спасибо большое. Спасибо.